МТЮ ОУСИЛЬ МТЮ ОУСИЛЬ Началось все еще в 2016 году, когда у нашей организации проходил проект с датчанами, проект назывался Народные парки, People's Parks. И мы обратились в город с просьбой выделить нам участок на пустыре рядом с Вабадусе 20, это там, где телевышка наша стоит, где мы тогда уже работали с молодыми, с особыми потребностями. Затем к нам присоединился еще интеграционный центр Ида Вирума в поисках места для своего проекта Рощи Народов. И в конце концов в сотрудничестве с городом родилась идея объединить все эти три проекта, три идеи, а также усилия и в рамках создания парка EV100. Проект парка создавался известным эстонским ландшафтным архитектором из Тарпу Сулевом Нурме, с которым мы продолжаем сотрудничать и сейчас. Это первый и пока единственный в Эстонии нерегулярный парк, то есть постоянно меняющийся и состоит он из трех частей. Сто дубов, да, наверху на пустыре, ближе к телевышке, роща народов, это то, что возле спорт-холла, и наша часть между ними, которую вы все знаете как японский сад и сад хвойников. К этому времени я с коллегой поступил учиться в Ряпино садоводческую школу, чтобы структурировать то, что уже знаю, но теперь уже как садовник и приобрести дополнительные навыки для работы в парковом хозяйстве. И осенью 2017 года город, проведя поставки, начал строить парк. И это было только начало. Как садовник, я знаю, что высадить деревья это даже не пол-дела, а процентов 20. Основная трудность это все же выращивание и, конечно же, уход. То, что получилось в итоге, в результате, вы можете увидеть, если сами придете в парк. Нами заложен японский сад, сад хвойников, 14 видов хвойных, и плодовый сад из яблонь различных эстонских сортов. Разные сорта смородины, крыжовника, а также грядки пряных и лекарственных растений. В 2022 году вместе с командой Station Narva начата высадка эстонского дендросада, который состоит только из местных эстонских видов деревьев и кустарников. В парке мы регулярно проводим экскурсии и обучение. Основную работу под нашим руководством проводят люди с пониженной трудоспособностью, которых мы принимаем на договор, так как вовлекаем их в полноценную жизнь. Наша деятельность абсолютно добровольна и бесплатна для города. Конечно, с каждым годом все-таки это сложнее. Мы сами зарабатываем, мы оказываем услуги квартирным товариществам и на эти деньги вкладываем в покупку растений, их высадку и уход за ними. Ни городской, ни проектной поддержки у нас, к сожалению, нет. Хорошо, что есть люди, которые помогают нам сажиться. Начнем с того, что на месте пустыря в городе появилось новое интересное пространство, которое все больше и больше притягивает людей. И пространство это все время меняется, становится лучше и разнообразней. Многие школы проводят у нас уроки, а скоро построят еще две гимназии. Значительное количество жителей Нарвы прошли в нашем парке и на Вабадусе-20 через различные наши проекты, в том числе через проект экологического круглого стола, одним из основателей и руководителей которого я являюсь. Парк является одним из центров формирования экологического отношения к природе и жизни в нашем городе. Что в выращивании растений, что в изготовлении и использовании компоста, которым мы также обучаем. И, конечно, огромная польза для людей с особыми потребностями, для которых мы используем в парке метод гарденотерапии, один из лучших для спокойной реабилитации. В Малом саду на Вабадусе-20 я веду уроки осознанного садоводства и провожу чайные церемонии, на которых тоже бывает много наших горожан. У нас есть несколько ресурсов на Facebook, например, на Arwa People's Parks, где мы будем размещать информацию о наших делах и проектах. Подписывайтесь, ссылка внизу. На наше сложное время мы продолжаем практиковать методы осознанного садоводства. То есть в правильное время и в правильном месте осмысленно делаем нужное дело. Так, например, я в конце февраля, в начале марта, начну проводить десантный курс «Осознанное садоводство для новичков». Такой базовый и включающий в себя подготовку к садоводческому сезону на принципах органического земледелия, а также включающий в себя навыки ремлакса, сосредоточенности. Как обычно, весной мы продолжим высаживать эстонский дендросад и, видимо, объявим сбор средств на саженцы. Плюс ко всему, начинаем сотрудничать с жителями открывшегося дома для людей с особыми ментальными потребностями. И, я думаю, у нас много интересного получится. И, конечно же, ждем нарвитян и гостей города на наши мировские мероприятия и проекты. С любовью и благодарностью. Всем доброго дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok